Да, друзья, все-таки 9R появился на моем канале. Вообще, этот ролик требует небольшого такого предисловия. Когда вышел OnePlus 9R, а случилось это еще весной, прошла информация о том, что данная модель будет рассчитана исключительно на рынок Индии. Да и вообще, смартфон являлся по сути фейслифтингом недавнего флагмана, ну или почти флагмана OnePlus 8T. И это проверенный ход, который уже неоднократно доказывал свою эффективность, и примеры из мобильной истории я вам сегодня еще приведу. В общем, посмотрел я на все это, и мне вспомнился мемчик, который нередко можно увидеть в комментариях. Смарт, конечно, хороший, но покупать я его, конечно, не буду. Знаете, да, такую фразу? Вот именно так я и подумал. Потом наступило лето, 9R, несмотря на то, что он не был нацелен на глобальный рынок, продавался все лучше и лучше, набирая популярность. Но я упорно продолжал отговаривать сам себя от этой покупки. А вот этот зря? Да, зря. Прошло еще немного времени, и стало понятно, что 9R это и есть топчик в своей ценовой категории. И, казалось бы, почему было не взять его на обзор под конец лета? Но тут я нашел для себя новую отмазку. Мол, на горизонте уже маячит выход свежего 9RT. Буду ждать его, решил я. И сейчас, когда мы с вами знаем о 9RT все, я задаю себе вопрос, а чего я, собственно говоря, ждал? На что я надеялся? На какое-то чудо-процессор? Так его еще не придумали. А в 9R и так стоит один из самых удачных чипов на данный момент. Демпинг? Тоже нет. 9RT не мог быть дешевле, чем 9R. Супер камеры? Так они в обычном 9R вроде как не стыдны по характеристикам. Короче, надо было брать его давным-давно. И да, уточняю, я ничего против 9RT не имею, мне он тоже интересен. Но это не отменяет того факта, что 9R по-прежнему смотрится очень круто в своей ценовой категории. И пусть за окном уже конец октября, хотя, глядя на эти пальмы, за мной не хочется верить в то, что скоро зима. В общем, лучше поздно, чем никогда. Так что сегодня я все-таки расскажу вам о нем. Правда, тут есть еще такой нюансик, и называется этот нюанс OnePlus Nord 2, обзор которого есть на моем канале. Тоже путевый аппарат. И многие не могут определиться, что брать-то в итоге, 9R или второй Nord. Усложняет выбор тот факт, что, несмотря на то, что перед нами представители одного бренда, смартфоны очень разные. И сегодня я расскажу вам о 9R именно в формате сравнения со вторым Nord. Мне самому интересно, какой же из них круче. Вот это мы с вами и постараемся сегодня выяснить. Начинаем разбираться. Да, задачка у нас сегодня непростая. Дилемма еще та. Но в конце видоса спросим еще у моего мудрого деда, какой из этих смартфонов он считает лучше. А пока давайте пробежимся по комплектации. 9R она такая же, как у второго Nord. Это серьезная зарядка на 65 Вт, фирменный красный кабель, силиконовый чехол, стопка бумаги. И все это дело приезжает в огромной прямоугольной коробке из бронебойного картона. Сразу обращаю ваше внимание на отличия в габаритах. 9R просто больше. Ненамного, вот так визуально вроде и не скажешь, но когда держишь оба смартфона в руках, разница все-таки чувствуется. Но в плане материалов корпуса лидер однозначный. Это 9R, сочетающий металл и стекло. Торцы у него именно металлические. У второго Nord стекло только сзади, а на торцах у него пластик. 9R тоже продается в таком же голубом глянцевом исполнении, но я специально купил черную версию. Здесь просто божественное матовое черное стекло, которое из-за такого напыления тактильно ощущается даже не как стекло, а скорее как матовый металл. Офигительный цвет и кайфовая текстура, которую хочется трогать. Очень трогательная история. Кстати, есть еще зеленая, тоже матовая версия. И это тот случай, когда за цвет приходится доплатить. Да, в магазинах больше всего именно голубых смартфонов, и чаще всего стоят они дешевле. Кстати, вот вам и минимальные цены. В нашей рознице, с учетом доставки, которая в магазинах всегда платная, нужно рассчитывать на 32 тысячи примерно. Теперь смотрим второй Nord. Отсортируем все это дело по цене, и видим, что здесь у нас плюс-минус такая же история. То есть ценовая категория у них одна и та же. Я же говорю, это прямые конкуренты внутри одного бренда. Здесь же можно наглядно сравнить эти модели, причем не только между собой. К этому сравнению можно в пару кликов добавить любой другой смарт. Удобная функция, позволяющая анализировать сильные и слабые стороны смартфонов. И здесь же представлена динамика изменения цены. Как видим, ценники давно стабилизировались, так что явного удешевления я бы уже не ждал. Это точно! Хотя скоро 11.11 на Алиэкспресс, и вот там можно будет постараться поймать эти смартфоны на пару-тройку тысяч дешевле, чем в нашей рознице. Поэтому welcome в мою телегу или в группу ВК, где я всегда публикую самые важные скидки и промокоды. 11.11 будут еще и подборочки лучших цен на смартфоны, так что присоединяйтесь и будьте в теме всей этой движухи. Так, ладно, продолжаем. Еще один момент, о котором следует помнить, оба смартфона не имеют аудиоджека, при этом и защиты от воды у них тоже нет. Да, на лотках имеется резинка, но официальная влагозащита не заявлена. Сами лотки, кстати, одинаковые, они поддерживают только две сим-карты. Экраны AMOLED, Full HD+, но матрицы, конечно, разные. Во-первых, диагональ у 9R 6,55 дюйма, у Nord 6,43, но разница не только в размерах. Я вам сразу скажу, экран 9R лучше. По всем параметрам. Он поддерживает развертку 120 Гц, в то время как у Nord максимум 90. Хотя, если честно, лично мне и 90 хватает. Есть отличия и в запасе яркости. Опять же, нужно понимать, у Nord неплохой экран, скорее даже хороший. Просто в 9R он не просто хороший, он отличный. Пожалуй, это самая яркая матрица, которую я видел за последнее время. Да, видео не может передать эту разницу, но когда я пользовался смартфонами на улице, то невольно обращал внимание на то, что 9R просто ярче. Опять же, это не упрек в сторону Nord, у него яркость стандартная для AMOLED, то есть достаточная даже на солнце, но в 9R есть еще и запас сверх этой привычной нормы. Также можно заметить, что есть отличия в отображении белого цвета, но это мелочи, заметные только при прямом сравнении. Функции активации димминга смартфоны не имеют, при этом коэффициент пульсации более комфортный в 9R. При яркости 50% плюс коэффициент не падает ниже 11-12%, а минимальный коэффициент на низких яркостях находится в пределах 50% и не выше. У второго Nord при низком уровне подсветки пульсации достигают 90-100%. Мало того, на 9R при желании можно активировать еще и DC-димминг, это можно сделать через ADB с помощью ПК. Хотя я бы не стал этим заморачиваться, тут и так все неплохо. В общем, по дисплею без вариантов лидирует 9R. Вот что значит недавний флагман, это чувствуется. Да тут даже нижняя рамка элементарно уже и смотрится более дорого, более солидно. 870-й дракон в 9R и флагманский Dimensity 1200 в Nord 2. Если отбросить все эти споры о том, что лучше Qualcomm или Mediatek, то в сухом остатке получаем плюс-минус один уровень производительности. Оба смартфона имеют мощное железо с запасом на перспективу. Троттлинг-тест я на этот раз запустил на целый час. Пиковая производительность оказалась выше у Nord'а, но средняя производительность в итоге чуть выше у 9R, который выдал более стабильный и ровный график. Любой из них можно смело покупать в качестве смартфона для тяжелых игр. Требовательная Genshin Impact на 9R идет примерно так же, как на втором Nord'е. То есть на максималках все играбельно, но иногда проскакивают традиционные для этой игры фрезы, которые особо не напрягают. Я гонял в Genshin более получаса и заметил, что 9R все-таки немного читерствует, сбрасывая яркость. И все не так плохо. Да, в данном случае это вообще не проблема. Смотрите, вот максимальная яркость на холодную. А это замер яркости уже в процессе игры. Да, подсветка немного упала, но дальше она не снижается. И даже сейчас, после падения, запас яркости находится на том уровне, который показывает второй Nord на холодную. Ну, вы поняли, да? С учетом избыточной подсветки 9R, это вообще не проблема. Дисплей все равно остается очень ярким, и без перебора я бы этого даже не заметил. Что касается нагрева, то тут у них все очень близко. Оба смартфона перегревом не страдают. При равноценных нагрузках 9R показывал температуру корпуса примерно на 1 градус ниже, чем второй Nord. Но тут еще наверняка сказывается обилие металла в корпусе 9R, что позволяет ему более эффективно отводить тепло. Если говорить о памяти, то в этом плане у них плюс-минус равенство и по цифрам, и по скорости памяти тоже. У Nord вроде как есть модификация на 6 гигабайт оперативы, но в продаже я ее не встречаю. Как правило, в качестве базовой версии продают 8128, как и в 9R. А теперь пришло время поговорить о камерах. Первым делом оценим набор объективов. У Nord сзади три глаза. Основной на базе датчика IMX 766 с оптической стабилизацией, плюс ширик на 8 мегапикселей и формальная монохромная камера на 2. 9R предлагает другой главный сенсор IMX 586 и тоже с оптическим стабом, плюс ширик на 16 мегапикселей, макро на 5 и все тот же монохромный глаз. И по дополнительным камерам 9R вроде как впереди. И еще отмечу, что на текущих прошивках интерфейсы камер отличаются. Nord 2 сейчас работает на Oxygen OS 11.3, и здесь камера как в смартфонах Realme. В 9R Oxygen 11.2, и тут интерфейс как в моем 9 Pro, но все это может меняться с обновлениями, а мы переходим к сравнению и первым делом смотрим фотки, снятые на широкий угол. Ну здесь все предсказуемо. Ширик у 9R действительно сильнее, в первую очередь тут решает разрешение, которое у 9R в два раза больше. Битву основных камер по традиции начинаем днем, снимал против солнца, и вот здесь Nord 2 берет свое. Я вам еще в обзоре говорил, что у Nord отличная основная камера и приятные алгоритмы обработки. 9R часто теряет информацию в тенях, а при контровом свете он это делает постоянно. А вот здесь освещение было, можно сказать, идеальное, и снова видна разница. Хотя не исключаю, что на данном примере кому-то наоборот может понравиться контрастное фото справа, но в любом случае второй Nord сохраняет больше деталей. Посмотрите на самокаты, они более четкие именно слева. А это уже съемка ночью, но в городских условиях с множеством источников уличного освещения. И здесь я не уловил между ними значительной разницы в плане детализации и шумов. Но заметил, что второй Nord лучше работает с источниками света, и на данном примере это отчетливо проявляется. А теперь давайте попробуем экстремально темные условия и ночной режим. Так, а теперь попробуем на фото в ночном режиме снять эти две тачки и посмотреть, будут ли видны какие-то номера или что. Ты вообще видишь какие-то там номера? Ну, по-моему, там 007123. Так, с этого момента у тебя будет погоняло зоркий глаз, потому что я практически ничего не вижу. Мутновато. Расплывается. И вот здесь Nord 2 просто уработал своего собрата-конкурента. Я сперва не поверил, что может быть такая разница, протирал линзы, делал несколько попыток, но нет. Здесь 9R просто не смог. А прозвище «Зоркий глаз» впору давать именно второму Nord. В темноте он видит, как филин на ночной охоте. Видеорежим смотрим и снова начинаем с широкоугольных камер. Второй Nord умеет снимать на ширик только Full HD видео. 9R позволяет снимать 4К. А также отмечу, что у 9R здесь лучшая стабилизация. Но опять же, 9R показывает больше затемнений в затененных участках, особенно при вот такой съемке против солнца. У Nord'а видео получаются более светлые. Ну, а это снова широкоугольные камеры, но на этот раз в темноте. И с помощью этих танцующих фонтанов слушаем, как пишется звук, как снимается видео на ширике. А это основные камеры в режиме 4К, 30 фпс. И в очередной раз мы с вами наблюдаем, что динамический диапазон у второго Nord'а пошире будет. Поинтереснее с него видео смотрятся. А когда я начал снимать при недостатке света, то заметил, что при съемке в движении источники освещения подергиваются и мерцают. А это наталкивает на мысли о том, что в режиме видео задействуется электронный стаб или какая-то комбинация электро- и опто-стаба. При этом на 9R такие подергивания более заметны. Да и в целом в таких условиях второй Nord снова показывает себя лучше. Посмотрите, у него четче картинка, у него сохраняется больше деталей, меньше мыла. Да, как ни крути, сказывается наличие более продвинутого сенсора. Хотя в режиме видео у 9R тоже есть свой определенный козырь. Преимуществом 9R можно считать поддержку 4К при 60 кадрах в секунду. Nord умеет снимать только 30 фпс. Кому-то это важно, кому-то не важно. А это максимальный зум на 9R. Фронталка у Nord на 32, а у 9R на 16 мегапикселей. При этом я не могу сказать, что селфи с Nord более детальные. Нет, но фото слева более естественное, более, скажем так, мягкое. Селфи с 9R получаются чересчур контрастными и наблюдается некоторый перешарп. И выбирая из этих фоток, я бы сделал выбор в пользу Nord. Ну а в целом по камерам, если обобщить, и в режиме фото, и при съемке видео, я бы отдал предпочтение второму Nord. В этом аспекте он мне понравился больше. В чем еще разница? Ну, можно отметить разное расположение подэкранного сканера отпечатков. У 9R он размещен выше, но как пользователь 9 Pro, в котором сканер такой же низкий, как у Nord, могу вам сказать, что это не проблема, а привыкаешь моментально. Сами сканеры абсолютно адекватные. Оба смартфона имеют стереодинамики, демонстрировать звучание на этот раз не стану, разницы практически нет. Хороший для смартфонов звук. В каждом случае мы получаем приятное линейное вибро, понятное дело NFC, Always on Display. Короче, перечислять стандартные спецификации не вижу никакого смысла. Все, что надо, здесь есть. Обращу лишь внимание на то, что у Type-C у 9R в версии 3.1, а у Nord менее быстрый порт 2.0. И еще, 9R хоть и не имеет полноценной глобалки, как второй Nord, но это не проблема. Он идет в продажу с глобальной прошивкой, с поддержкой всех нужных нам частот и сразу готов к использованию. Единственный нюанс – это зарядка с ненашенской вилкой под переходничок. Батареи у них одинаковые, на 4500 мА. В тесте на непрерывное проигрывание видео я получил схожие результаты в районе 17 часов. Разница там на уровне погрешности. Кстати, вижу в комментариях, некоторые не совсем правильно оценивают результаты этого теста и думают, что они получат примерно столько же часов активного экрана. Вы не надеетесь? Нет, это линейная равномерная нагрузка, при которой смартфоны задействуют энергоэффективные ядра. В реальной жизни каждый из них выдает в среднем 4-5 часов активного экрана. Тут на самом деле не угадаешь, слишком много факторов влияет на автономность. Герцовка экрана, набор приложений, фоновые процессы, Always on Display и еще много чего. В любом случае, это не долгожители, под конец дня вы будете их подзаряжать. Благо, зарядка здесь скоростная, за какие-то 15 минут ты получаешь смартфон, заряженный наполовину. А если подождать чуть более получаса, то полностью разряженный аппарат будет снова полон энергии и готов к труду и обороне. Ну а теперь давайте подводить итоги. И так как свое мнение о втором Норде я вам уже изложил в полном его обзоре, то сперва выскажусь насчет его собрата-конкурента. Итак, 9R это наглядный пример правильного маркетинга. Да, слово маркетинг уже само по себе воспринимается многими негативно, но маркетинг бывает не только бесполезным, ну когда нам пытаются впаривать большие цифры, не несущие никакой практической пользы. Но он может быть еще и эффективным и грамотным. В случае с 9R производитель не стал в очередной раз придумывать велосипед. Они просто взяли флагман предыдущей линейки, ни в чем его не урезали и поставили адекватную цену. Все, вот вам новый перспективный смарт в средней ценовой категории. Я обещал вам привести аналогичный пример из истории. Пожалуйста, вот он, это Nokia N70, которая много лет назад сумела стать настоящим хитом. Хотя по своей сути это был продуманный фейслифтинг другой успешной модели Nokia 6680. Но это уже тема для другого видео. Эту историю я вам скоро расскажу на моем олд-канале о легендарных девайсах, ссылка на которые в описании. Это все понятно, скажете вы. Так какой же из них лучше в итоге? Какой покупать? Этот вопрос я задал своему деду и знаете, что он ответил? У тебя есть два пути. Один первый, другой второй. Вот так старый взял и съехал с базара. Я его прекрасно понимаю. В том-то и дело, братва, в этом случае нельзя однозначно сказать, что какой-то из них лучше. Тут не получится взять и вот так округлить. Потому что во втором норде лучшая камера и размеры у него более удобные. В противовес, 9R предлагает более качественный металлостеклянный корпус и более премиальный дисплей. Вот они главные отличия, от которых следует отталкиваться, делая выбор между ними, а что для вас важнее, знаете только вы. Но какой бы из них вы не выбрали, я могу уверенно сказать, что в вашем распоряжении окажется один из лучших смартфонов, который сейчас можно купить, имея в кармане примерно 30 тысяч рублей. Отличные и хорошо сбалансированные аппараты среднего класса без серьезных изъянов. Ссылки на мои соцсети в описании. Заходите, смотрите, присоединяйтесь. Ну и в будущем, наверное, надо будет заказать 9RT. Как думаете, они там обещали крутое охлаждение, которое сможет остудить пыл 888 дракона? А мы-то с вами знаем, что сделать это не так уж и просто. Посмотрим, может, закажу его потестить. Ну а на этом все. Надеюсь, мне сегодня удалось через экран передать вам немного южного тепла и хорошего настроения в эти осенние дни. И не забывайте оставлять комменты, вам не трудно, а каналу активность. Все, ребят, пока-пока.